27 дней. Именно столько в Николаеве было тихо с момента начала войны. В регионе обстрелов за 200 дней войны не было единожды, только 29 августа. Об этом сообщил Виталий Ким, глава Николаевской областной администрации. В субботу город снова обстреляли. Какие последствия обстрелов, как Николаев встретил день города, и что значит шутка Виталия Кима про велосипеды и российских солдат. Глава Николаевской облгосадминистрации с нами на связи. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с последних новостей. В Николаевской области 5 человек получили ранения в результате российских обстрелов за последние сутки, среди которых ребенок. Об этом в телеграме сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева. Расскажите подробнее об этом обстреле, какие его результаты. В одном из районов города, скажем так, близко к центру, был нанесен удар, попало около пятиэтажки. Один подъезд полностью разрушен, и пострадали люди. Так они нас поздравили с днем города. Да, 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 продолжайте, извините. Были атакованы Березнеговатое, село Маратынивка, то есть они обстреливают на постоянной основе села и населенные пункты в линии огня. Город Николаев поздравлен был в такой способ. В 200-й день с начала российского вторжения, вот как раз получилось так, что в этот день был день города Николаева. Ну, как он, если не брать внимание вот этот обстрел, каким он стал для горожан Николаева? Как вообще город противостоит этим постоянным, непрекращающимся обстрелам? Ну, скажем так, я сказал бы, что день города прошел как обычный рабочий день в этом году. Мы обожаем наш день города, мы всегда праздновали его выходные целые. То есть, надеюсь и уверен, что в следующем году мы полноценно встретим за два года вместе с нашей победой, вспомним этот день, отпразднуем наш день города. В целом, люди работали, то есть обыкновенные рабочие выходные, скажем так, потому что у нас тут на войне выходных не особо. В субботу российские войска очень мощно обстреляли город, попали в двор пятиэтажки, там 9 раненых. Какие еще результаты этого обстрела? Ну, в общем-то, все. Если говорить о пятиэтажке, они стреляли именно туда. Сегодня ночью был обстрелян Вознесенский элеватор с зерном. То есть, они там отчитываются, что опять куда-то попали. Ну, мы дадим развернутые данные чуть позже по этому поводу. Этот же элеватор около пятиэтажки, который был в Вознесенске. Логики в этом нет. Что заметил? То, что неоднократно русские оккупанты, ну, уже раз пять, бьют по тем же самым целям, которые уже раньше били. То есть, не попали в здание, оно разрушено там. Там никого нет, не было. Они еще раз туда бьют. По моему субъективному мнению, это либо у них уменьшилось количество информации, они просто обязаны куда-то стрелять и бьют по старым координатам, либо какое-то новое руководство бестолковое, которое не разобралось, и точно так же отрабатывают старые цели. Ну, может, это связано с использованием неточных ракет? Может, это связано с тем, что они просто отстреливают утиль, то, что хотели утилизировать, но теперь вот они используют это в войне против Украины? Ну, я конкретно говорю о тех случаях, когда они попали в то же самое старое здание, нам все равно, то есть, оно уже разрушено, его сносить, они туда еще раз попадают. Поэтому я связываю больше с их глупостью, чем с их там отстрелом ракет-утиль. Может, они изначально не туда целились? И постоянно прицелились в одно место, попадают бесконечно туда? Ну, вы знаете, как это, пошучу, в России абсолютно все делается через жопу, кроме клизмы. Поэтому, возможно, и так. А как ситуация вообще в области? Не только в самом городе, да? Расскажите о районах, которые оказались, вот вы упомянули, о линии огня, да, которые находятся. Какая там ситуация? Там люди остаются, они не выезжают? Ситуация в области стабильная. Если говорить о северной части области и центральной, то она улучшается. Там большое количество людей возвращается, возобновляется работа, потихоньку экономика. Что касается южной части, юго-восточной, где идут бои и оккупированы Снегиревки, то тут ситуация сложнее. В Снегиревке там очень ждут, когда мы вернемся, наши вооруженные силы освободят. Оттуда постоянно начинают, уже убегают руководящий состав всякого рода предатели. То есть могу точно констатировать, что как минимум два человека, те, которые основные согласились сотрудничать с оккупантами, уже убежали из Снегиревки. Ну и собственно, кроме этого всего, русские придумали такую историю и пытаются раскручивать, что, мол, есть команда не стрелять, что там договариваться с нашими военными о том, чтобы они могли отойти за сторону Днепра. Это ерунда, это они пытаются успокоить своих солдат, которые они там бросили на нашей части, для того, чтобы они сидели и ждали, пока кто-то договорится. Но нет, то есть руководство сбежало за Днепр, солдат своих побросало здесь, у всех панические настроения. Виталий, вот обстрелы в основном ведутся вот этими вот версиями С-300 для наземных целей, которые переделали россияне. Вот в частности, спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сказал, что, ну, как бы, единственные два выхода какие для того, чтобы обезопасить Николаев, то есть либо нужно уничтожить вот эти вот комплексы С-300, которые там где-то расположены и наносят удары, ну, либо отодвинуть еще дальше от города их там на более чем 75 километров, по-моему, дальности. Как на ваш взгляд, вот какой из этих вариантов более реальный сейчас? Вы абсолютно правы, именно эти два способа возможны. По памяти, из тех, о которых мы знали, из 11-9 установок уже было уничтожено нашими вооруженными силами за последние, там, 2-3 недели. Линия фронта действительно надо отодвинуть более чем дальность, которой они достают. Единственная поправка в том, что в день города по нам ударили ракетами не С-300, по нам ударили ракеты типа Оникс, ну, другой ракеткой. То есть, в принципе, эта задача уже выполняется, и уменьшение количества обстрелов Николаева, города Николаева, ракетами С-300, я связываю также с тем, что вооруженные силы успешно уничтожают установки и отталкивают их дальше, потому что русские оккупанты понимают, что мы знаем, где они, и их уничтожаем. Показательно. Ну, какая вообще основная цель ракетных обстрелов Николаева? Если все равно россияне не двигаются вперед. Сперед, сто процентов. Сперед, сто процентов террор для того, чтобы отчитываться, что у них хоть какие-то есть здесь успехи. Но мы видим по Харькову, что эта стратегия у них ошибочная, бестолковая. То есть, как только наши вооруженные силы начнут активные действия, активные-активные, будут они бежать, так же само, как и в Харькове. Единственная проблема, что у них преграда будет еще водная, приличная. То есть, скорее всего, будут больше сдаваться. Виталий, если обобщить, вот за 7 месяцев войны в Николаеве было тихо только 27 дней. То есть, разрушения, очевидно, очень большие в городе. Вы можете рассказать, как идет восстановление города? В каком, может, в процентном соотношении, да, и какие есть разрушения, сколь критичны они? Значит, скажу за регион, то есть, ну, скажу сейчас про город. Да, действительно, 29 дней было тихих. Из них 6 дней было за последние 2 недели, связанные с тем, что ухудшилась ситуация у русских. Больше 10 тысяч домов, больше 10 тысяч объектов были разрушены или повреждены за этот период. Из них около 7 тысяч – это дома, многоэтажные, частные дома. Инфраструктуру мы всю восстановили, там 90 с чем-то процентов дома. К сожалению, все не можем, ремонтируем по мере поступления материалов, по мере наших возможностей. Вернее, материалы есть с запасом, возможности ограничены. Часто раздаем людям, чтобы они сами тоже помогали себе. То есть, разрушено много, но, скажем так, самое главное, что у нас, слава богу, небольшие потери людей. То есть, здание – это плохо, но хорошо, что не погибают люди очень массово. Виталий, вот обсудим сейчас ваш пост в Телеграме, где вы написали, что вот народная примета, если вторая армия мира начинает отбирать велосипеды у гражданских, то это к жесту доброй воли. То есть, российские солдаты, они реально уже убегают на чем угодно, на велосипедах, лишь бы убежать? Смотрите, одно из самых важных, что сейчас происходит в информационном поле русском, это то, что русские солдаты, солдаты Ордло начинают понимать и не доверять тому, что говорит им российский телевизор. И они, когда говорят, не надо, не надо паниковать, они понимают, что надо готовиться к чему-то такому, к панике. Поэтому они готовятся, то есть, они действительно продумывают, кто сдаться, кто сбежать, кто на велосипеде, потому что техника на всех не хватает, их бросают и говорят, стойте здесь, мы скоро придем, а сами драпают. То есть, русские солдаты понимают, что их обманывают и готовятся самостоятельно решать свою проблему, как им спасти свою жизнь. То есть, буквально на велосипеде уезжать? В том числе. Это реально не шутка. Это реально не шутка, то есть, велосипеды забирают гражданских. Кстати, вот российские войска в этом опять роднятся с фашистскими войсками, которые при захвате Голландии тоже так отбирали у местного населения велосипеды и тоже там частично забирали для того, чтобы использовать в собственных нуждах. Ну, собственно, чему удивляться? Виталий, спасибо большое, что в нашли время с нами пообщаться. Это был Виталий Ким, глава Николаевской облгосадминистрации. Мы с ним поговорили о ситуации в регионе и о прогнозах действий российской армии.